Красная ленточка Предыдущий пандус просуществовал 12 лет. Его собственноручно сварили сами работники поликлиники. Конечно, он не соответствовал никаким параметрам, но в то время и речи не было об интеграции инвалидов в общественную жизнь. Безбарьерный. Она становится с реализацией российской программы «Доступная городская среда». День 10 назад была скорая помощь. Привези каталку. На каталке близи женщин. Каталка спокойно заехала сюда, развернулась, встала на место, заехала в поликлинику. Если раньше сюда и попасть-то было непросто, а медперсоналу приходилось буквально на руках заносить пациентов, то теперь особенных посетителей встречают последние достижения современной техники. К этой поликлинике прикреплено 67 тысяч человек, 4,5 тысячи из которых имеют инвалидность. Для них в здании предусмотрен лифт, также тактильная плитка. С сегодняшнего дня есть пандус и вот такой информатор, который позволяет более подробно узнать расписание приема врачей. И все это имеет звуковое и цветовое сопровождение. Четвертая поликлиника обслуживает Киевский и железнодорожные районы Симферополя. Здание на Лизы Чайкиной одно из самых крупных. Тем не менее, мест постоянно не хватает. Однако совсем скоро очереди за медицинскую помощью здесь сократятся. Глава республики принял решение выделить деньги для того, чтобы пристроить здесь еще один корпус, который будет оснащен современной техникой. И эта техника будет работать не только для этой поликлиники, она будет работать и для других городских поликлиник, где нет вот этой высокоточной техники. Сегодня, пусть и не так быстро, но социальное самочувствие людей с ограниченными возможностями улучшается. Хотя сделать еще предстоит немало, чтобы для крымских инвалидов среда стала максимально доступной. С Илья Салямова, Владислав Кравцов, Утро Нового Дня.